Добрый день. Добрый день. Добрый день. И начать хочу наш разговор с того, чем занимается избирательная комиссия сегодня, на этой неделе. Ну, вы знаете, такого нет, что, например, избирательная комиссия, завтра выборы, избирательная комиссия работает. Выборов нет, избирательная комиссия не работает. Избирательная комиссия работает постоянно. Просто, когда идут выборы, работают еще 10 тысяч человек помимо избирательной комиссии. Собираются избирательные, сами избирательные участки, участковые комиссии, территориальные комиссии, которые уже начинают работать. Вот есть определенная процедура этой работы, которая должна четко соблюдаться. Значит, конечно, те вопросы, которые поставлены перед нами в это голосование за Конституцию, они, ну, скажем так, немного не подходят под задачи избирательной комиссии. Просто в силу того, что у избирательной комиссии накоплен огромный опыт, и избирательная комиссия находится в таком мобилизационном постоянном состоянии, поэтому было и поручено провести это голосование избирательной комиссии. Процедура голосования значительно отличается от процедур, которые мы проводим в период выборов. То есть здесь, начиная от агитации, кончая информационной работой, да и кончая самой процедурой голосования. Как вы видите, так сказать, процедура голосования начнется 25 июня, и формально она будет длиться 7 дней. Это сделано для того, чтобы в период пандемии большинство людей, то есть разгрузить участки для голосования, чтобы меньше было людей, скажем, на этих участках, и чтобы, ну, обеспечить безопасность прежде всего. Ну, для этого существуют определенные, заработаны определенные графики работы участковых комиссий. Здесь предпочтительнее, скажем так, предпочтение отдается в силу того, что погода хорошая. Эти участки будут многие оборудованы на улице. А это вот как, рядом с обычным участком или какое-то совершенно новое место? Ну, здесь никакой, конечно, вот КАИБы, которые будут использоваться, они только будут использоваться в Кировской области, электронные устройства для голосования, конечно, они на улицу выноситься не будут. Ну, например, для сельской местности этот участок, если его организовать рядом с избирательной комиссией, поставить столы, накрыть этот сам, обеспечить проход людей, там, ленточкой какой-то, которая будет обеспечить проход. То есть, эти потоки не будут пересекаться, подветренная сторона, то есть, обеспечить безопасность, это уже будет, скажем так, намного выше безопасность сама будет. И это будет индивидуально по каждому участку, да, если есть возможность оборудовать. Да, да, да. То есть, здесь свобода дается. Причем, очень много можно проголосовать на дому. И не обязательно здесь написать заявление, достаточно звонка или передать через знакомых. Даже так? Да, к вам приедут, и вы проголосуете. Мало ли, какие причины там, с ребенком нельзя остаться, да просто, если человек, удобно ему в плане безопасности проголосовать на дому. В общем, на этом голосовании будет применяться так называемая модель мобильного избирателя. То есть, человек голосует там, где он находится. Для этого существует определенная процедура. Вот, например, ну вот, я прописан в другом регионе. Чтобы мне проголосовать, я подал заявление по единому порталу госуслуг. Мне пришел на телефон, вот буквально сегодня, я подал два дня назад, пришел на телефон уведомление, что ваше заявление рассмотрено, и вы прикреплены к участку, вот здесь вот, рядышком с администрацией. А вы его попросили себе поближе, поудобнее? Да, да. То есть, если человек, например, находится здесь, например, там же проживает в Мутнинске, или там где-то в Вятских полянах, в силу той пандемии, которая там где-то находится, ему, например, невыгодно туда выехать, он может тоже подать заявление. С 5-го числа июня открыты территориальные избирательные комиссии, в которых тоже можно это заявление подать. В МФЦ, участковые избирательные комиссии. У нас на сегодняшний день почти 500 заявлений уже подано в области людей, которые хотят в каком-то месте проголосовать. Я работаю рядом, например, здесь вот, ну вот, университет здесь рядом находится, я вот мог, например, не по единому порталу госслуг, а мог прийти на участковую комиссию 16-го числа и сказать, я у вас здесь хочу проголосовать, вот, примите. Они запишут данные и все, то есть, скажут, мы вас будем ждать. А вы учитываете этих «беглецов», скажем так, в кавычках, да, где-то вот едино? Их учитывает система госвыборы. Мы, например, перемещение в единый портал госуслуг мы не видим, Москва это видит, мы не видим. Но Москва нам сообщает, сколько у нас, чего у нас, какие у нас миграционные потоки. К сожалению, вопросы иногда задают, особенно политические партии, почему вот мы, например, берем органы статистики, одна статистика, а у вас другая статистика. Вы знаете, мы отслеживаем избирателя каждый день, то есть, здесь работают и органы милиции, и органы ЗАГС, к сожалению, люди умирают, к сожалению, люди перемещаются. Так сказать, женщины выходят замуж, меняют фамилию, дети подрастают, им становится уже 18 лет. То есть, вот буквально в субботу был звонок, вот у меня у сына исполняется 26 июня, 18 лет. Ну, мы ему ответили, что с 26 по 1 число он уже может голосовать, как достигший совершеннолетия. А вот 25 еще не может пока, хотя с 25 уже многие могут. Поэтому одна из сложностей, которая стоит перед избирательными комиссиями, это вопрос четкое соблюдение законодательства. Постоянно меняется обстановка, постоянно меняются какие-то нормативные подзаконные акты. Поэтому и существует избирательная комиссия, то есть принятие коллегиарного решения. Если какой-то есть казус, а такие казусы каждую избирательную комиссию обязательно бывают. Могу привести такой пример. К Котельническом районе при голосовании вне участка, ящик для голосования перевозили на машине, задели за пломбу, пломба отлетела. Ну, вроде бы казалось, что ящик пришел без пломбы, объяснение написал, так сказать, член участковой комиссии. Наблюдатели не приняли такое объяснение, но коллегиально было принято решение, так сказать, эти все, так сказать, аннулировать. Все голоса аннулировали. Да, ну там где-то порядка 38 голосов было, их аннулировали. Если возвращаться к процедуре голосования, вот предварительного, скажем так, много опасений существует по поводу того, что вот люди тоже будут иметь возможность, один человек, чтобы голосовал на нескольких участках. Нет. Защищены ли от этого? Нет, это, во-первых, полностью защищены, то есть работает система ГАЗ-выбора. Человек проголосует, вводится сразу в систему ГАЗ-выбора, второго она уже не допустит. С таким фамилией? Да, с такими данными, не только туда же вносятся персональные данные, которые идентифицируются с человеком, номера паспорта и его прописка. То есть они заранее там на месте будут и нельзя прийти на любой участок, показать просто паспорт и сказать, вот я голосую здесь? Нет. Причем много можно было услышать, что можно голосовать без паспорта. Нет, к сожалению, без паспорта или документа, который заменяет паспорт, нельзя. Значит, много очень внимания уделялось это повышению безопасности. Хотел бы немножко тоже остановиться. Около 90 миллионов выделено только чисто для приобретения, так сказать, защитных средств, средств индивидуальной защиты, как говорят СИЗы, для защиты именно избирательных комиссий и членов, кто будет принимать участие для голосования. Как вы вот посчитали, какой объем вообще нужен в эту неделю? Ну, во-первых, мы знаем, сколько у нас принимает участие, так сказать, членов избирательных комиссий. 10 тысяч, вы сказали. Ну, около 10 тысяч человек, там, на три человека меньше, чем 10 тысяч. Они будут обеспечены масками через каждые два часа, чтобы они менялись, защитными щитами, которые одеваются на лицо, вот, перчатками, у них будут многоразовые перчатки. И у нас огромное количество, несколько тонн, так сказать, мы закупили дезинфицирующих средств, которые будут, естественно, для обработки не только рук, но и помещений, столов, дверей. Коврики будут специальные, которые эти коврики будут обрабатываться. Помимо того, так сказать, тот, кто будет приходить на избирательный участок, если у него не будет маски, в обязательном порядке ему будет выдана маска, в обязательном порядке он будет измерена температура и выдана авторучка и одноразовые перчатки. Тот же самый комплект будет выдан и при посещении на дому. То есть на дому, в общем-то, там, ну, с точки зрения, раз человек находится дома, мерить температуру ему не обязательно, так сказать, то есть передается бесконтактно. То есть в один мешочек кладется бюллетень, выписка из, так сказать, реестра избирателей, на которых он должен расписаться, авторучка, перчатки, маска. Все это ему передается или вешается на ручку дверях, которые бесконтактно он забирает и потом в ящик опускает бюллетень и выписку из реестра избирателей. А здесь вот как с паспортом быть? Паспорт он показывает на расстоянии, где-то полутора метров. Я думаю, там сверка, она по реестру избирателей может зачитать, показать фотографию. Я думаю, что на этом больше всего, конечно, всяких злословий и всяких этих самых много в средствах массовой информации в соцсетях. Ну, в принципе, это ничего там сложного нету. И, в общем-то, человек даже с не очень хорошим зрением все это видно. У вас какое-то обучение для сотрудников проходит? Безусловно, конечно. Особенно сложное обучение, вот они сейчас начинаются, эти обучения, это те, кто будут работать с КАИБами. Это, так сказать, аппаратура, которая для голосования, бюллетень для голосования. Бюллетень для голосования два. Да, нет. Согласны ли вы или не согласны? Да, нет. То есть в квадратике должен человек поставить любой значок, крестик, галочку, заштриховать его. За что он голосует? А если испортил, кстати, что с этим голосом, с бюллетенем? Если он заявит, что он хочет испортить его нечаянно, то коллегиально, так сказать, составляется протокол об его уничтожении, ему выдается новое. А если он намеренно, не знаю, протест на это сделать? Ну, намеренно, это есть такая уголовная статья, административная статья, воспрепятствование деятельности избирательных комиссий. Ну, или человек не смог сделать выбор и поставил две галочки, допустим. Ну, бюллетень признается недействительно. А как он учитывается потом, кстати, в статистике? Ну, в статистике есть такая графа, признается недействительно, общий протокол, да, нет, недействительный, выдана бюллетень, обнаружена бюллетень, там сколько, по-моему, пять граф, признаны недействительными. Общий протокол, QR-кодом оборудован, защитный QR-код, который может по электронным средствам массовая информация передавать. Ну, это не массовая информация, а информации. А Каибы будут только в Кирове или где-то еще можно? Ну, у нас 192 Каиба, поэтому нецелесообразно их куда-то везти. Как раз нам хватает их для того, чтобы оборудовать, ну, практически 98% избирательных участков города Кирова. А это примерно, ведь из выборов, выборы примерно одно количество, да, у нас Каиба бывает? Нет, нам 72 доставили, у нас 120, 72 нам дополнительно дали для голосования. Потом, когда голосование пройдет, мы эти 72 Каиба, ну, или передадим, или пока они у нас будут на ответственном хранении. Они нам не принадлежат, они принадлежат Центральной избирательной комиссии, федеральная собственность, нам просто их выдают временно для работы. А что касается избирательных участков и их географии, они вот примерно такие, как мы привыкли, или нужно куда-то позвонить, заранее озаботиться? Нет, такие, как вы привыкли, они все практически на одном и том же месте находятся. Вот, значит, они все в системе Яндекс, называешь адрес, и называешь адрес своего проживания, и можешь запросить там по голосу, где мой избирательный, где мне проголосовать. Даже так теперь нужно. Теперь и скажут, где ваш участок, у вас ближайший участок, который вы можете провести, то-то, то-то, то-то. Все участки имеют определенные, не только вот такие на картах обозначены, но и географические координаты привязаны. На машине можно подъехать, чтобы себя привели, там, так сказать, к координатам спутниковым. Большая, видимо, работа проведена для того, чтобы все эти цифры сделать удобно. Это та работа, которая, так сказать, была между выборами проведена. Это же не только она, это надо обозначить, надо сделать, надо аппаратуру, надо это все уточнить, надо точные координаты, надо эти координаты ввести, надо, если учесть, что у нас 1114 избирательных участков, то вот сколько эта вот работа какая была проведена. Кто этим занимался? Инженеры. У нас, так сказать, есть информационный центр, вот, который состоит из пяти человек. Из пяти человек? Которые эти пять человек и занимались. Межвыборная, так сказать. Другие сутки такое ощущение. А по поводу надомного голосования еще, вот когда можно заявить, куда-то позвонить, сообщить, чтобы ко мне домой пришли? Участковая избирательная комиссия уже 16-го числа можно уже... В свою участковую, да, не просто там. Там, где вы записаны, там, где вы приписаны, зарегистрированы, туда можно... Или, если вы, например, записались, например, вот я записался, Московская 35 участковая, я не помню, там, трехзначный номер, какой номер комиссии. Вот я туда могу позвонить, то же самое номер узнается по Яндексу, в общем-то, без особых проблем можно и узнавать. У нас мы в этом году горячую линию не делали, горячая линия единая по стране. Это все сейчас очень удобно, все это размещается на сайтах, так сказать, нашей областной комиссии, городской комиссии, центральной избирательной комиссии. Все доступно, там уходит в приложение, можно, так сказать, пойти по любым соцсетям, то есть во всех соцсетях работают, так сказать, эти сайты. Поэтому, в общем-то, сейчас особенно эта молодежь вообще, она, по-моему, телевизор не смотрит, она только в этих соцсетях сидит. Вот еще по домашнему голосованию, то есть я звоню и говорю, что там придите ко мне во столько-то в такой-то день, или как это происходит? Я хочу дома проголосовать, я такой-то, такой-то, мой адрес такой-то, ну, вам говорят, когда вам удобно. В один из тех дней, вот с 25-го числа начиная? Конечно, чтобы можно было запланировать как-то работу, чтобы этот самый... Голосование проходит, приходит для голосования, почему, вот мы хотели еще об одной ситуации сказать обязательно, это вопросы, связанные с наблюдателями. Чем больше наблюдателей у нас будет, у нас, например, на выборы президента почти 3000 наблюдателей было, они нам здорово, так сказать, улучшили работу. Здесь еще больше, так сказать, зависимость. Чем больше у нас будет наблюдателей, тем, как бы, это свободнее, прозрачнее будут голосования, и тем легче нам будет это провести. Потому что, если есть наблюдатели, значит, с этими наблюдателями может быть один член участковой комиссии пойти. А если наблюдателей нет, то обязательно как минимум два. То есть ресурс тоже ограничен ваш? Да, и, так сказать, причем так, что из разных партий должны быть члены комиссии. А если есть наблюдатели, то достаточно одного человека, а тем более, что надомного голосования, судя по всему, будет намного больше, чем было. Вот, поэтому, да и требования, так сказать, очень, если будут наблюдатели, значит, так сказать, проще будет работать комиссия. Ну, вот, из того, что уже было объявлено, там, движение «Голос» собирается наблюдать, «Единая Россия» заявила, что она все участки прям хочет покрыть наблюдателями. Как вот сейчас у вас есть какие-то заявки, цифры предположительные? Ну, вот, общественная палата уже готова где-то около трех тысяч, так сказать, наблюдателей. Во всяком случае, они сто процентов закроют весь Киров. Где-то на каждый участок, где-то в среднем по четыре наблюдателя. Прям вот всю эту неделю. Да. Это же тяжелое, просто физически даже. Ну, вот, это же. И у нас достаточно большой институт волонтеров. Волонтеры есть медики, волонтеры есть социальные работники, волонтеры, которые вот в период пандемии очень активно работали. Те, кому уже исполнилось 18 лет, если по их желанию, они тоже переходят в разряд наблюдателей, тоже обучение будут, пройдут. То есть это где-то еще около тысячи человек. То есть в общей сложности у нас просто вот на организации этих выборов 10 тысяч членов избирательных комиссий. 4 тысячи наблюдателей. Наблюдателей. Масштабное такое действие. Не, считайте, что сюда еще 15 тысяч сотрудников полиции. Будет охрана обеспечена. Несколько тысяч, конечно, несколько тысяч Росгвардии. То есть все силовые структуры, МЧС, все, так сказать, сейчас идет обследование по линии МЧС, избирательных комиссий. Там очень требования высокие, тем более лето, пожара, так сказать, опасность достаточно высокая. Вот, поэтому огромное количество людей сейчас работает на это голосование. Я так скажу, что в среднем где-то только на это голосование, где-то около 30 тысяч в день работает человек. Только на это голосование. Уже сейчас? Уже сейчас, да. Вот за, ну, две недели. Да, это только в области у нас. То есть это по всем линиям. По линии медицинские, по линии госпотребнадзора, по линии полиции, по линии МЧС, так сказать, работает правительство, потому что деньги, которые на закупку СИЗ, это выделены из госбюджета на правительство. То есть у нас работает практически закупка этим, занимается министерство по, так сказать, промышленной политике. Мы, естественно, вместе с ними помогаем эти все разнарядки, все эти составлять, по количеству, по вектора определять, куда, сколько. То есть все склады, все затарены, все этой продукции. И сейчас все идет развоз по избирательным комиссиям, чтобы обеспечить вот именно безопасность проведения данных выборов. Вы сказали, что 90 миллионов только на средства безопасности выделено, а еще на организацию, на оплату работы сотрудников, выпуск бюллетеней, все вместе. Ну, сказать так, что нам выделили столько же денег, сколько было выделено на выборы президента. Это было определено в указе президента. Значит, ну, я так скажу, что, ну, выборы президента, там немножко другая ситуация была, чем здесь голосование. То есть там меньше, скажем так, участковые работают. Конечно, это мизера. То есть вот 150 миллионов нам было на выборы президента, сейчас нам 150 миллионов выбрали. Значит, из них 85% это идет на оплату членам избирательных комиссий. Да они целую неделю с 8 до 8 будут находиться на участках. Ну, там не обязательно вся должна комиссия находиться. Там должны хотя бы, так сказать, находиться руководство, кто-то или руководитель, или заместитель. И, так сказать, не менее трех человек на участке должно находиться. Потом там же еще выездное голосование, может быть. Поэтому выезд на участки составлен определенный график. То есть, например, с 8 до 11 работает эта участковая избирательная комиссия по местам. Потом с 11 до 3 часов дня она выезжает в поле. Потом с 3 часов до 6, до 6, до 8 вечера она опять возвращается на участки работает. То есть, эти все они фактически, это будет единый график для всех избирательных комиссий. Мы сейчас опубликовали, это самое, размножили и распечатали такие объявления, которые будут практически на каждом подъезде. Сначала хотели, думали, положить в почтовый ящик, типа приглашений, все прочее. Но очень много кодовых замков, очень много всяких этих проблем. Достаточно много возникает и по времени, и по все. Поэтому на досках объявлений около каждого подъезда, около каждого дома постараемся мы, чтобы эти объявления были, чтобы там были, в порядок дня участковой комиссии был написан и адрес куда, чего, как и с различного рода пояснениями. То есть, материал очень много распечатанных. Прервем сейчас на короткую рекламу. У нас в студии председатель избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов. Разбираемся с тем, как будут организованы процедуры голосования по поправкам в Конституцию. Возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях председатель избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов. Мы говорим о масштабном голосовании, которое ждет всю страну с 25 июня, начиная. Закончили мы информированием избирателей о том, что голосование такое будет. То есть, нам личных приглашений персональных в почтовых ящиках в этот раз лучше не ждать. Будут на досках развешенные объявления. Ну и, как я понимаю, еще будут задействованы волонтеры, которые с 18-го вроде бы числа выходят на улицы тоже для того, чтобы сообщать о том, как будет проводиться голосование. Для того, чтобы сформировать какую-то ясную картину, вот, хотела бы еще раз проговорить, правильно ли я понимаю, что, в принципе, процедура стандартная 1-го числа. Тогда, если мы хотим сделать свой выбор, мы идем на избирательный участок, вот, если мы ничего не хотим поменять, да, сейчас, тот, куда мы обычно ходим во время выборов. Если мы хотим, чтобы пришли к нам домой, либо мы хотим проголосовать в какой-то другой день и поближе к работе, например, да, или еще там по дороге куда-то на работу или в магазин, мы должны об этом известить. То есть, через систему мобильный избиратель должна известить участковую комиссию, чтобы произвести, так сказать, изменения в списках в реестре избирателей. Реестр избирателей, он формируется единый по всей стране и формируется через систему газвыборы. То есть, естественно, надо об этом заявить или на портале госуслуг, или МВФЦ, или на территориальной избирательной комиссии. Но с 16-го числа участковая избирательная комиссия это сделала. То есть, способы разные, и вся эта информация поступает в одно и то же место. Часто еще говорят, что есть некий там заказ по поводу явки. Всякий раз избирательная комиссия говорит, что свободны все в этом и нет никаких планов, но вопрос этот не задать не могу. Есть какие-то планы, которые вы сверху выставляют? Знаете, у нас таких планов нет и быть не может, потому что мы должны обеспечить выборы. Нас, в принципе, по большому счету явка не интересует. Мы должны все сделать прозрачно, все должны сделать по закону. Здесь, в общем-то, скажем так, желательно, чтобы, конечно, люди подключились, потому что я думаю, что не каждому человеку в своей жизни удается поучаствовать в изменении Конституции. Это, в общем-то, достаточно серьезное такое мероприятие, которое проводится в рамках страны. И, в общем-то, я думаю, что особенно поколению молодежи, я не знаю, когда еще придется ли еще поучаствовать в таком мероприятии. А я бы хотела перейти к вопросу подсчета голосов. Вот каждый день вы будете подбивать какую-то статистику, скрывать урны, пересчитывать голоса. Или это будет единожды уже после 8 вечера, 1 июля, да? Да. И явка точно таким же образом будет публиковаться. Явка, вы знаете, очень много механизмов, так сказать, всяких там, которые представляются, будет очень много. Я знаю, что несколько служб, которые занимаются социальным мониторингом. Вот, кстати, про слово социальное я хотел бы сказать. Везде неправильно говорят социальная дистанция. Социальная дистанция – это дистанция между бомжом и олигархом, а это санитарная дистанция. Поэтому слово социальная дистанция, оно неправильно. Он прижилось уже, как-то мы о нем не думаем даже. Ну, вы понимаете, у нас русский язык, он очень богатый, и поэтому иногда режет слух. Особенно вот мне, как юристу, режет слух, когда корреспонденты по радио или по телевидению говорят, так сказать, заведено уголовное дело. Уголовные дела не заводятся, они возбуждаются. Поэтому эти вот тоже для профессионалов, которые особенно эти возмущают, вот Роспотребнадзор, специалисты, медики, ну, какая может быть социальная дистанция? Ну, и плата у нас теперь есть в стране. Вот, поэтому очень, конечно, я думаю, что к работникам вашей сферы требования достаточно высокие. Это ведь раньше дикторов, как на телевидении выбирали, там не только с дикцией, внешностью и всякими прочими. Они еще должны были очень большую школу пройти, чтобы правильно говорить, с определенной скоростью говорить. Поэтому здесь тоже свои навыки. Поэтому каждый должен заниматься, как говорится, везде должны быть специально обученные люди и подготовленные люди в любой отрасли. В том числе и в этих вопросах, которые связаны с выборами. Здесь все должно быть до автоматизма отработано. Иначе, ну, прежде всего, конечно, в период пандемии это тоже нельзя, конечно, там снять перчатки, да, почесаться, потому что, ну, это опасно. Поэтому риск определенный есть, и чтобы этот риск не только минимизировать, но и устранить, в несколько раз все, все средства защиты, они перекрывают. В некоторых регионах говорят, ну, что члены избирательных комиссий, инспирировано, конечно, это настроение там со стороны оппозиции, призывают их, ссылаясь на опасения в своей безопасности, вот, бойкотировать эту работу. Какие настроения у ваших сотрудников в Кировской области? У нас прекрасное настроение, все настроены по-боевому, и таких настроений нет в целом по стране. У нас работает чат, который мы постоянно, на связи все, это самое, руководители всех избирательных комиссий России, и все руководство Центральной избирательной комиссии. Этот чат работает круглосуточно. Вот, могу вам даже вот продемонстрировать. Там, наверное, сотни непрочитанных сообщений у нас с вами. Ну, я думаю, я утром, когда открываю, да, их сотни. И вы там неформально можете, да, как-то? Вот мы все тут зарегистрированы, все показывают, вот, вот, вот показывают. Ну, я расскажу для слушателей, там, фотографии, смайлы. Фотографии есть, вот, уже, уже, это, сам, проводят на Чукотке. Да, да, как труднодоступную местность. Избирать труднодоступная местность. У нас труднодоступная местность только село одно, Чусья, Апаринского района, все. Хотя еще много. Там уже проголосовали. 22-го числа. 22-го. У нас еще туда не... Они могли бы еще и пораньше проголосовать, но мы приняли, что 22-го. Бюллетени еще туда не доставлены. Бюллетени должны вот со дня на день туда доставиться. Они уже напечатаны. И управлением специальной связи развозятся. Бюллетеней около миллиона, чуть больше, да, напечатано? На все. У нас миллион пятьдесят тысяч избирателей там с небольшим, в общем, всем обязательно. С небольшим запасом на там какие-то случаи? Нет, только один в один. Ну, обычно хватает, потому что голосование редко превышает 60%, поэтому бюллетеней много остается, поэтому нам бюллетеней не хватает. Проблем нет. Обычно это проблемы с бюллетенями всегда возникают в таких регионах, как Башкирия, Татарстан, Чечня, где голосование за 98-99%. Там даже каждый испорченный бюллетень. Им обычно по специальным решениям Центральной избирательной комиссии какой-то определенный процент больше разрешается печатать. Как человек, который после выборов пользуется вот этой системой газ-выборы, отслеживает количество там голосов и вообще как отображаются результаты голосования, вас хочу тоже об этом спросить. Вот это будет там опубликована раскладка по участкам, по количеству да-нет, вот это вот все, как мы привыкли после выборов. Так и будет? Обязательно, конечно. Во-первых, это принимается, результаты принимаются на избирательной комиссии, составляется протокол. Этот протокол отправляется в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия объявляет, что выборы, так сказать, состоялись. После этого на сайтах все у нас размещается. Во всех деталях? Потому что сайты мы тоже, это опять же сделано с целью безопасности. Мы, не все мы можем на своем сайте сделать. Обычно, так сказать, большая часть делает, надо делать через Центральную избирательную комиссию. То есть единая система защиты от взлома этих сайтов, она работает в Центральной избирательной комиссии. И мы, так сказать, сразу разместить не можем. Мы, например, какую-то информацию по определенным каналам передаем для размещения. Ее где-то с опозданием, может быть, часа на 4-5 размещают. Всегда бывает такой временной лаг. Вроде постарались разложить все по полочкам, чтобы было всем и все понятно. Вы сказали, что есть единая на всю страну горячая линия. И туда мы можем адресовать всех кировчан, у которых еще есть какие-то вопросы организационного, скажем так, плана. У Алексея Евгеньевича под рукой номер. Я думаю, мы сейчас продиктуем его, если есть еще какие-то вопросы. Единый номер. Значит, номер 8800-200-0020. Легко запоминается. 20-20. Да, 20-20, между ними 3-0 после 800. Значит, эта линия работает круглосуточно. Работает на ней где-то порядка 200 человек задействовано одновременно. Может быть, просто у нас страна большая, поэтому где-то ночь, а где-то уже день. Поэтому, естественно, там работает и электроника, работает. То есть, фактически нет тех вопросов, на которые бы нельзя ответить. А жалобы, если появятся? Жалобы появляются постоянно. Еще не было такого, чтобы жалоб не было. Они для этого, так сказать, и существуют. Их тоже туда или куда-то. И тоже. Ну, электронный адрес ЦИКа. То есть, это, в принципе, там все адреса есть. Можно и на горячую линию сообщить жалобу. Можно, так сказать, по электронной почте сообщить на ЦИК, так сказать, эту жалобу. Поэтому, в общем-то, тут, пожалуйста, можно нам. Вот у нас уже, так сказать, пару жалоб пришли. Чем они закончились? Чего касались? Нет, ну они на рассмотрение. Одна жалоба передана в правоохранительные органы. Другая жалоба на... В основном на принуждение к голосованию. Жалобы. Вот. А так, у нас много жалоб. Например, когда выборы президента шли, у нас и на плохо работающий водопровод, и на текущие крыши, и на гололед, и на неуборку снега, и то, что там... Вот таких жалоб у нас где-то в период выборов, ну, процентов 90, наверное. Вы обязаны с каждой работать? Ну, конечно, мы их пересылаем по компенсации, обязаны просто так. Мы не можем ответить, что мы с этим не можем. Мы сообщаем заявителю, что ваши жалобы переданы там в городское коммунальное хозяйство, или туда-то, или туда-то. В общем-то, обязательно мы заявителю сообщаем. Причем, это не обязательно жалоба. Мы даже рассматривать, должны рассматривать анонимные жалобы. Просто ответ на них некуда отправлять. Но анонимные жалобы тоже рассматриваются, хотя очень много времени тратится. Ну, а мы говорили с председателем избирательной комиссии Кировской области Алексеем Кругловым. Спасибо вам большое. Постарались разобраться. Надеюсь, многим стало яснее. И, по крайней мере, вопросов о том, как это будет, что я буду делать, когда куда-то приду или ко мне придут, у наших слушателей не осталось. Благодарю вас за эфир. Спасибо. Спасибо. Спасибо.